Своё выступление премьер-министр начал с того, что, несмотря на нехватку средств и карантинные меры, правительство выполняет все свои обязательства в социальной сфере, продолжает реализацию инфраструктурных проектов, направленных на развитие страны. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой. До конца года 79 сел ожидается обеспечить водой. В ближайшее время будут завершены ремонтно-строительные работы более 100 социально-образовательных, а также ряда ирригационных объектов. Также по республике ведется укладка более 260 километров дорожного полотна. На реализацию всех этих задач из бюджета выделены необходимые средства. Котбек Буронов также затронул и вопросы по продолжению работ по улучшению эпидемиологической ситуации в стране. Так ведутся подготовительные работы для противодействия новой возможной волне пандемии. Руководители местных органов власти должны держать ситуацию под контролем. Никто не должен расслабляться. Особенно в преддверии осенне-зимнего периода необходимо слаженно и оперативная работа. Наша общая задача – уменьшить уровень заболеваемости и оказывать особое внимание заболевшим гражданам. Несмотря на то, что ситуация в стране стабилизировалась на 60-70%, положение в регионах остается под пристальным вниманием. Поэтому рано говорить о том, что эпид-ситуация в стране полностью стабилизировалась. Однако глава правительства заверил, что строительство запланированных больниц в Кыргызстане не приостановят. В социальных сетях говорят о возможной приостановке строительных работ. Как глава правительства хочу заверить, что прекращения строительства не будет. Возможно опоздание из-за погодных условий, но это максимум на пять дней. А так все работы будут завершены в срок. Все больницы будут оснащены соответствующим оборудованием и персоналом. Пример также напомнил об ответственности политических партий в условиях проведения выборов при пандемии COVID-19. И обратился как к представителям политпартии, заявивших об участии на парламентских выборах, так и к согражданам с просьбой соблюдать санитарные правила.